Транспортная реформа на этих слайдах, в графиках и цифрах. Она рассчитана на пять лет с этого года до 2026-го. Это новые станции метро. В реформе заложены четыре. Синая и оперный театр. На их строительство потребуется 37 миллиардов рублей. А также станции метро Варя и Сормовская. Они обойдутся почти в 20 миллиардов рублей. Кроме того, в седьмой микрорайон поедут трамваи. Трамвайная ветка продлевается и в микрорайон Щербинки-2. А в районе станции метро Пролетарская трамвайные пути соединяются. Всего планируют построить 24 километра новых трамвайных путей. Кроме того, в планах обновление подвижного состава. Закупить планируют 202 трамвая и 157 троллейбусов. Это будет приоритизация электрического транспорта. Это будет строительство метрополитена. Это будет создание всех комфортных условий для граждан, для того, чтобы они почувствовали улучшение на себе, какой позитивный и положительный эффект даст нам эта реформа. Депутаты поинтересовались, предусмотрены ли в транспортной реформе электробусы. Как пояснил министр, анализ и сравнение проводилось. Здесь будет соблюдаться баланс. Мы приоритет здесь в основном за экологичные и за прогнозируемые в пути виды транспорта. Сегодня начинается сборка троллейбусов и электробусов на территории Нижнего Новгорода. Тоже важнейшая часть рассмотрения вопросов. А сегодня идет уже негласное соревнование, какой район запустит вот эти новые электробусы. Для меня интересен микрорайон Торпеды. Есть кольцо, там проехать два километра. Для него есть. Заинтересованность администрации, гордо уйти от проводов, чтобы было чистое небо в центральной части, чтобы ходили электробусы. Поэтому главный вопрос, чтобы выиграли граждане. Приоритет – электротранспорту. Но об автобусах тоже не забыли. В рамках транспортной реформы планируют закупить 640 новых автобусов. Весь транспорт должен будет ходить по мультимодальному принципу. Это магистральные подвозящие маршруты. Например, чтобы с метро можно было сразу пересесть на автобус или троллейбус. Сейчас мы дошлифовываем отдельные детали с экспертами. И в самое ближайшее время мы уже представим для обсуждения непосредственно с жителями. Мы получаем много замечаний, нареканий, предложений. Часть из них конструктивная, большая часть, надо сказать. Все эти предложения не учитываются. Занесем это все в математическую модель. Посмотрим, какой это будет эффект. Среднесрочный, долгосрочный. И дальше уже с учетом этого родится окончательный вариант, который уже будет пущен в реализацию. Также на комитете депутатам показали планы по дорожному строительству. На ближайшие пять лет запланировано строительство дублера проспекта Гагарина, в том числе пятый мост через Аку, строительство четвертой очереди южного обхода, реконструкция участка дороги Владимир-Муром-Арзамас. Служба информации Наталья Миронова, Андрей Матюнин.